С Вами Дерек и Хиллари Окер, и мы продолжаем разбирать молитву «Отче наш». Давайте начнем с Матфея 6, 9. Молитесь же так, по такой схеме. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И сегодня мы поговорим о молитве. «Да будет воля Твоя, особенно в нашей жизни, потому что с этого все и начинается. Да будет воля Твоя и да придет царство Твое в мою жизнь». Это очень важно для нашего водительства по жизни. Это то, что нам очень нужно. Нам нужно знать, как услышать небеса. Нам нужно Божие водительство. Конечно же, в Библии полно инструкций на общие темы, но иногда нам нужны весьма конкретные инструкции в жизненно важных вопросах, таких как наш брак, работа и так далее. А также нам нужны такие инструкции и для менее важных вопросов, потому что одно ведет к другому. И нам нужно учиться тому, как следовать водительству Господа, потому что это очень сильно изменит нашу жизнь. А если мы научимся прислушиваться к Господу, то это убережет нас от множества проблем. Да. Нам нужно научиться слышать небеса. И эта молитва ключ к этому. В ней сказано, чтобы мы подчиняли свои планы и свою волю Божьей воле. «Да придет Твое царство, и да будет Твоя воля на земле, как и на небе». Итак, сегодня мы хотим поговорить о водительстве и о том, как следовать Божьему водительству. Мы расскажем вам несколько принципов, но суть в том, чтобы прийти к такому месту, где вы готовы сказать, «Господь, важнее всего для меня, чтобы Твоя воля исполнилась, а не моя». Как же нам прийти к этому? Во-первых, нужно осознать слабость нашей плоти. Иными словами, нам нужно понять, что если мы положимся на себя, то мы лишь все испортим. Да? Если мы будем полагаться только на свои инстинкты, то мы обязательно все испортим. А у Иеремии в 10 главе, 23 стихе сказано, «Знаю, Господи, что не воле человека путь его». Иными словами, я не знаю правильного пути. Во мне не заложено его знание. Я могу думать, что знаю, но в итоге я могу упустить лучшее от Бога. Не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Только Бог знает будущее. Он знает лучший сценарий развития событий. Если я этого не понимаю, то не обращусь к нему за инструкциями. Если убрать с Бога из чего-то хорошего, то у вас останется только лишь один ноль. Да? Иными словами, что-то может казаться нам хорошим, но это совсем не означает, что за этим стоит Бог. В итоге выяснится, что это не имело никакого смысла. Я могу привести пример о том времени, когда мы были в библейской школе. Мы хотели, чтобы ты получил диплом доктора богословия. Тебе уже даже предложили место в университете. Это было похоже на исполнение мечты, которая могла очень сильно помочь нам в разных аспектах. Мне должны были позволить посещать твои лекции, и мне не нужно было бы сдавать экзамен. Мне это идеально подходило. И я подумала, как же это прекрасно. Мы оба были в большом восторге, и мы были уверены, что этого же хочет Господь. И это должно было продлиться три года. Недолго побыть американцами. Да, это фантастика. Затем мы решили помолиться об этом, и буквально через две недели весь восторг вдруг улетучился, и все прошло. А все потому, что мы помолились об этом. Мы сказали, Господь, если в этом Твоя воля, то укрепи это желание внутри нас. Но если это не Твоя воля, то, пожалуйста, убери это желание от нас. И это было хорошее дело. Да, в этом не было ничего плохого. Совсем ничего плохого. Но Бог хотел, чтобы мы вернулись в Великобританию, и сразу же начали церковь в Оксфорде. Да. Они откладывали это на три года. И после мы больше не думали об этом. Бог просто убрал у нас это желание. Полностью. Но это случилось, потому что мы дали Ему разрешение на это. Мы могли бы положиться на свой восторг и двигаться вперед, но это было бы ошибкой. Бог обещает нам направлять нас своими глазами. Салон 31, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». То есть Бог знает, какой путь нам лучше выбрать. И Он готов делиться с нами этой информацией. Для этого нужно прийти и сказать, «Господь, да будет воля Твоя». Будьте готовы услышать от Него. Он говорит, «Буду руководить Тебя, око мое над Тобою». Бог видит, что для нас лучше. Он видит наш завтрашний день и последствия всех наших решений. «Тот маршрут, который нам кажется лучшим, может не быть лучшим, а Бог сверху видит все». Да, ты прав. Это очень важно понимать, потому что раньше я все должен был обдумать и проработать все детали в голове. Иногда я все еще так делаю, но мне очень помогло то, что сказано в притчах 3 главе 5 стихе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Не будь мудрецом в глазах твоих». Иными словами, вы можете думать, что знаете, как поступить лучше всего, но принесите эту ситуацию Господу. «Господь, Ты знаешь лучше, поэтому да будет воля Твоя, а не моя». Второй важный пункт в водительстве Божьем — это осознать, что Бог имеет хороший план и совершенную волю для вашей жизни. Бог много думает о вас. В книге пророка Иеремии есть прекрасный стих. Это 29 глава, 11 стих. Я понимаю, что многие знают его, но давайте еще раз вдохновимся им. Прочитай его, пожалуйста. Мы можем хорошо знать Писание, но если наше сердце открыто Господу, то Он всегда покажет нам что-то новое. Итак, Иеремия 29, 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Совершенно верно. У Бога есть для вас хороший план, и вам нужно выяснить, что это за план. В послании к Ефесянам сказано, «Ибо мы — его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть Бог даст нам силы и способности сделать то, для чего мы были созданы. Но это не происходит автоматически. На нас лежит ответственность искать и найти волю Божию. И эта молитва очень важна для этого. Нам нужно осознать, что Бог постоянно направляет нас. В 47-м псалме сказано, «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Бог всегда ведет нас. Слава Ему! Он наш пастырь. Он наш вождь. Он ведет нас». Возможно, вы этого не осознаете, но, может, это потому, что вы не настроены на Него. Это не значит, что Он не направляет вас. Мне понравилось, что Он будет нашим вождем до самой смерти, до последней минуты на этой земле. Он сказал, что никогда не оставит и никогда не покинет нас. Верно. Господом утверждаются стопы такого человека. Исайя, 58-я глава. «И будет Господь вождем твоим всегда». Если ваше радио не играет, к примеру, станцию радио 1, то это не означает, что этой станции нет в эфире. Просто вы не настроены на Него. С Богом все то же самое. Да, когда-то я проходила специальный курс для женской части транспортного отдела полиции. Когда-то они назывались... Ладно, я не помню, как они назывались. Раньше они ездили на лошадях и все такое. Нам нужно было общаться друг с другом по рации. Если вы хотели что-то сказать, то нужно было нажать специальную кнопку, включить микрофон. А чтобы услышать ответ, нужно было убрать палец с кнопки. Но многие из нас были в ужасе. Когда мы выезжали на патрулирование, то постоянно спрашивали у штаба какую-то информацию. Они передавали нам информацию. Но мы ничего не слышали, потому что наш палец, он был всегда на кнопке микрофона. Часто так бывает в жизни. Бог предупреждает нас, Он говорит с нами. Но находим ли мы время, чтобы услышать Его? Бог не кричит нам прямо в ухо. Он говорит тихим и спокойным голосом внутри нас. А если от нашей плоти исходит много статики, то мы ничего не слышим. Мы не можем сфокусироваться на том, что говорит Бог. Вот почему молитва посвящения так важна. Мы приходим к Богу с хвалой и благодарением. И мы начинаем настраиваться на Бога, на Его голос. А затем мы говорим Ему, «Господь, да будет воля Твоя». Так мы заглушаем голос плоти. Так мы входим в состояние мира и покоя. Да? Так мы готовы услышать Его голос. Мы должны верить, что Бог направляет нас. Так сказано в 22-м псалме. Одно время я постоянно провозглашал Его в свою жизнь. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажицах и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». А в притчах 3-й главе 6-м стихе сказано, «Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои». Он действительно направит ваши пути. Просто скажите, «Ты мой Господь, и я хочу исполнять Твою волю. Спасибо за то, что ты направляешь мой путь». Он поймает вас на слове и поведет вас в нужном направлении. Тогда все в вашей жизни будет складно, потому что вы решили подчиниться Ему. Иногда христиане думают, «Я не могу услышать голос Бога». Нет, можете. Мне нравится, как об этом сказано в Евангелии от Иоанна 10-й главе. «Овцы слушаются голоса Его. Я Твоя овца, Господь. Я слышу Твой голос». Разве это не удивительно, что овцы узнают голос своего пастыря? О да. Во времена Иисуса для овец были такие огромные загоны. Кажется, это так называется. И в этом загоне были несколько, даже сотни отар овец. И все овцы перемещались в этом загоне. А утром, когда ворота открывались, каждый пастух издавал свой особенный звук, и все его овцы шли за ним. Ему не нужно было бегать по загону и искать своих овец или как-то помечать своих овец. Пастухи просто знали своих. Да, Иисус говорит, «Мои овцы слышат Мой голос. Он зовет своих овец по имени, и они следуют за Ним». Это 10-я глава, 3-й стих. Затем сказано, «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за Ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Мы так и верим. Господь, я Твоя овечка, а Ты мой пастырь. Я знаю Твой голос, и я не буду реагировать на чужой голос. Мы можем знать голос Божий, потому что вводимые Богом есть цены Божьи. Нам нужно принять это верой. Господь, я слышу Твой голос, потому что так говорит Твое Слово. Да, Бог не говорил бы, что мы не можем слышать, если бы это было не так. Пока Ты говорил, мне пришли кое-какие мысли. Как Ты знаешь, у меня постоянно заведен будильник. Было время, когда мне не нужно было так рано вставать на работу, поэтому я спала и после звонка будильника. А со временем я вообще перестала слышать его. Вначале я слышала его и выключала. Затем я все меньше обращала внимания на него. А где-то через пять дней я вообще не слышала будильник. Я спала и ничего не слышала. И я подумала, что в нашей повседневной жизни, если мы слушаем Господа в мелочах, то мы будем хорошо настроены на него и будем прекрасно слышать его в больших вещах. А если мы продолжим игнорировать его голос? Да, ты прав. Для Божьего водительства мы должны быть в вере. Мы должны верить, что Бог может говорить к нам, и Он говорит к нам. А если мы не слышим Его, то это наша проблема. Скорее всего, причина в том, что мы не следуем учению Иисуса из молитвы Отче наш. Мы не приходим к Нему с хвалой и благодарением. Мы не смотрим на Него, а больше сфокусированы на наших мыслях и эмоциях. И в результате этого мы не подчиняемся Ему. Мы не говорим Ему, да будет воля Твоя. А если говорить о воле Божьей, то нужно понимать, что есть общая воля Божия и особая. 90% всех решений можно найти в общей воле Божьей, в Писании. И там нам не нужны особые инструкции. Кто-то может сказать, что мне делать в этой ситуации. А я могу рассказать вам волю Божию для вас в этой ситуации. Она находится в первом послании Фессалоники, 5 главе, где сказано, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Хотите знать волю Божию для себя? Благодарите за все Бога. За все. Что бы ни происходило вокруг, спасибо, Господь, ты моя помощь в этой ситуации, ты моя твердыня, ты моя скала, ты моя победа в этой ситуации. Вот воля Божия для вас. Как видите, Библия говорит вам большую часть того, что вам нужно знать. Вам не нужно специальное слово от Бога о том, чтобы знать, стоит ли вам принимать крещение, потому что Библия говорит об этом четко и ясно. Стоит ли вам ходить в церковь, не будем оставлять собрание своего. Как есть у некоторых обычай. Но в каких вопросах нам нужно искать особой Божией воли? В тех, что индивидуально для каждого из нас. Например, какую работу выбрать, какому служению посвятить свою жизнь. Да, все мы призваны ходить в любви, но то, как вы будете делать это на практике, может отличаться в зависимости от наших даров и возможностей. То есть, особую волю Божию для своей жизни нам тоже важно знать. И Дух Святой откроет нам ее, если мы сделаем все, чтобы услышать Его голос. Итак, Дух Святой ведет нас ко всей истине. Он направляет нас к Слову Божьему, а также Он открывает нам будущее. Он показывает, что именно Он желает делать в нашей жизни. Он показывает нам это внутри нас. У нас есть карта, Библия. В ней находятся общие направления. Но еще у нас есть внутренний компас, который говорит, где именно нам нужно повернуть, в каком направлении. Да, ты прав. Нам нужно научиться доверять Духу Святому. Но вы не можете ожидать водительства Духа Святого, если вы игнорируете Слово самого Бога. Дух Святой никогда не поведет нас в направлении, противоположном Слову Божьему. Он всегда-всегда ведет нас в соответствии со Словом Божьим. С помощью Писания мы учимся распознавать голос Духа, потому что Дух Божий написал Слово Божие. Да. Вы слышите его в Слове, и это помогает вам настроиться на его голос. К примеру, если Слово Божие говорит «Ходите в любви», а у вас появляется желание сорваться на кого-то, или отомстить, или сказать о человеке что-то плохое, то вы понимаете, что вас говорит не Дух Святой, потому что вы уже узнали его голос благодаря Слову Божьему. Но если у вас появляется желание поступать по любви, то это точно желание от Святого Духа. Мне нравится, как сказано в 39-м псалме. Это слова Иисуса. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Итак, воля Божия — это в первую очередь Слово Божие, которое Бог вложил в наши сердца. «Закон Твой у меня в сердце». «Я желаю исполнять волю Твою». Вот к какому отношению мы должны стремиться. «Я желаю исполнять Твою волю, о Господь». Все начинается со Слова Божьего в нашем сердце. Еще один ключ к Божьему водительству — усердно исполнять открытую вам волю Божью. Вы хотите, чтобы Господь направлял вас, и вы можете быть расстроены тем, что не слышите Бога. Возможно, вам просто нужно продолжать делать то, что Он говорил вам делать до этого момента. Это просто. Да. А если вы не делаете то, что Он вам сказал ранее, то зачем Ему говорить вам что-то еще? Если вы посмотрите на жизнь Авраама, то увидите, что он не всегда мгновенно слушался Бога. И тогда ничего не происходило, но когда он повиновался Богу, Бог сразу же говорил ему что-то еще. Разве на это не уходило 15 лет? Иногда да. Это говорит о том, что чаще всего Бог ждет нас. Если мы усердно делаем то, что, как мы знаем, нужно делать, доверьтесь Богу. Поверьте, что Он достаточно умный и знает, что делает. Если Он захочет, чтобы мы делали что-то другое, Он скажет нам об этом, но мы должны быть открыты к этому. Зачем Ему говорить новое, если мы не сделали старое? Да, ты прав. Следующий пункт это вы должны хотеть исполнить волю Божию. Вам нужно иметь желание и готовность. А также нам нужно верить в то, что Бог желает нам самого лучшего. Мы должны искать Его волю. Мы должны говорить «Господь, я очень хочу исполнить Твою волю». А вот мы вернулись к молитве Отче наш, «Да будет воля Твоя, Господь». Я очень этого хочу, потому что знаю, что Твоя воля лучшая. Ты уже это читала, но прочти, пожалуйста, еще раз это место в книге Еремии, а также несколько следующих стихов о Божьем плане на нашу жизнь. Да, конечно. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Как видите, у Бога есть хороший план для нас, но он не осуществится автоматически. В следующих стихах он говорит, что мы должны сделать для этого. «Вы должны молиться мне и искать меня всем сердцем». «Господь, я хочу знать твою волю, я хочу знать твои планы, я хочу, чтобы твоя воля исполнилась». Когда мы так делаем, он обещает, что мы найдем его. Так вы узнаете мою волю. Но это не происходит автоматически. Вы должны молиться, «Господь, да будет воля твоя, твоя, а не моя». А также мы должны быть готовы отложить в сторону наше мнение, наши собственные идеи. «Господь, я не полагаюсь на мое понимание, но зато я всем сердцем полагаюсь на Тебя». Тогда мы в нужном положении, мы готовы слышать голос Божий. Именно об этом Иисус говорил в Евангелии от Иоанна 7 главе, 17 стихе. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иными словами, только если вы желаете исполнять волю Божию, вы сможете узнать, в чем состоит эта воля. В другом случае, вы ее не узнаете. Только тогда вы сможете понять, от Бога эта вещь или нет. А чтобы узнать, вы должны хотеть этого. Итак, наша первая молитва еще до того, как мы знаем волю Божию, да будет воля Твоя. Если ты скажешь этом, я сделаю этом. Если ты скажешь то, я и то сделаю. Что бы ты сказал, да будет воля Твоя, когда мы убираем свою волю, это позволяет Божьей воле выйти на первый план, тогда Он откроет нам ее. Не навяжет, а только откроет. Да, так и будет. Такое подчинение Богу называется кротостью. Бог направляет кротких. Об этом сказано в 24-м псалме. А в притчах сказано «Начало мудрости страх Господень». Если у вас нет страха Господнего, а что же это такое? Это благоговение и трепет перед Богом и Божией властью вашей жизнью. Если у вас нет страха Божьего и желания подчиняться, то вы не будете знать, что вам делать. Страх Господень это начало мудрости, а мудрость это знать, что делать. Без подчинения Божьей власти, мы не знаем, что нам делать. Это также можно назвать словом «кротость». А я всегда думала, что кроткий это тот, кто позволяет другим вытирать о себя ноги или помыкать собой, но оказывается это не так, совсем не так. Нет, это готовность узнать волю Божию и исполнять ее, это смирение перед Богом. А также усердно выполнять его волю. Кроткий не значит слабый. Теперь я это понимаю. Спасибо за такое чудесное откровение. Давай прочитаем, что сказано в 24 псалме об этом. О кротком человеке. Нашла. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни милость и истина к хранящим завет его и откровение его. Тайна Господня боящимся его. Заметьте, что Бог открывает свои тайны боящимся его. Если вы не боитесь его, то вам ничего не откроется. Он направляет кротких, тех, кто приходит к нему. Когда мы приходим к Богу за его водительством, мы просим его о мудрости. В послании Иакова сказано, если же у кого из вас, не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Бог свободно раздает мудрость, но готовы ли вы принять ее? Для этого вам нужно иметь кротость. Вам нужно желание прийти к Богу и сказать, да будет воля твоя, да будет не моя, а твоя воля. Тогда у вас появится Божий мир. Как сказано, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Мир Божий подскажет вам, правильно это или нет. Это внутреннее подтверждение в духе, которое подскажет вам, что хорошо, а что нет. Но вы получите его только в том случае, если будете искать Господа и подчинять ему свои планы, да будет не моя, а твоя воля. У Исаи говорится, надеющиеся на Господа. Мы периодически устраиваем званные завтраки, и нам приходится обслуживать людей. Выступая в роли официанта, вы забываете о своих желаниях и просто угождаете человеку. Вы смотрите на человека, и он рассказывает вам, чего он хочет. Если ваша голова забита какими-то посторонними мыслями, то вы не запомните его заказ. Этот же смысл заложен фразе «надеется на Господа». Вы приходите и говорите «Господь, чего хочешь ты, открой мне свою волю». А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья как орлы. И так в любой ситуации приходите к Господу, не думайте, что вы правы во всем. Придите к Нему, ждите, что Он скажет. Скажите «Господь, покажи мне свою волю». Я хочу исполнить твою волю в этой ситуации. «Господь» «Господь» Субтитры создавал DimaTorzok